Специально пират сели? Вы вообще пацаны, что ли, да? Нет. Что-то больно правильно говорите, да? Все, просто завтра будет дороже в 30%, так? Ну, это я и хочу. Вы такой бесчувственный человек. А как же в конце сказать, вот урод, чмо? Да ладно, что вы рассказываете? Я все найду. Вы меня не знаете. И я, конечно, должен поддержать, сказать, шикарные варианты вы смотрите, конечно. У меня с самого глаза разбегаются, мне все три нравятся. Самое главное, деньги и здоровые отношения. А как же корпоративная культура, сотрудники, коллектив? Давайте так, кому часто нет говорят? Есть такой участник? Прям часто нет говорят? Вам говорят нет? Идите сюда, пойдемте. Выходите, пожалуйста, на сцену. Поаплодируйте смелой участнице. Сейчас мы будем разбирать главные вещи. Да, держите микрофон. Представьте, пожалуйста, у нас этот стульчик подготовлен. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Меня зовут Лейсан, агентство недвижимости Татнет. Вас поаплодируйте обаятельно, Лейсан. Татнет вообще в сферу пришла в мае 23-го года. Понял, нравится работа? Очень. Меньше года, да, слушайте, вообще. А вы откуда до этого? Банковский сотрудник. В каком банке и долго ли работали? Работала 10 лет. От менеджера до руководителя отделения. Банк открытия, бин-банк. И вот так все взяли, бросили. Руководителем вы были отделения, да? Я взяла, бросила, уехала в Дубай, вернулась, пришла в сферу недвижимости. То есть сначала походили по Дубаю. Вам предложили пару квартир с маленьким взносом. Как там, да? Типа чуть-чуть закинь денег, и все, и квартира твоя. Там за год раскидаешь. Так он говорит, да, примерно? Все, просто завтра будет дороже в 30%. Так, да? Ну, это я и хочу. Я в Дубае провел в прошлом году полтора месяца где-то. Ну, в общее слово. Я приезжал, уезжал. Там много разных встреч. Там этажи дубайские есть. Там Данис Латыпов. Ну, разные компании, местные агентства. Русскоговорящих очень много. Там сколько там процентов, наверное, 15 русскоговорящих. 15-20% русскоговорящих на все Дубай. Я имею в виду и Казахстан, там все разные страны. А почему в Дубае, кстати, не стали работать? Просто была мечта жить за границей, почувствовать вот эту атмосферу. И чтобы потом не сказать, ах, вот когда была возможность, и не съездила. А, вы съездили просто поездить, да? Да. Вот у меня я тоже съездил и решил, что здесь мне работать за комфортнее и живется тоже. Где родился, там пригодился. Это мой личный опыт. Поэтому здесь, в России, много возможностей для тех, кто хочет. Вот. Я к такому мнению... И в России не меньше можно зарабатывать недвижки, правильно? Да. Это 100%. Да, да. А то, как среда комфортнее и есть настоящая русская зима, правда, надоедает быстро дня за три, но все-таки. Итак, теперь расскажите. Вы работаете с мая. Сколько сделок у вас было? Много. Я так не считаю. Ну, может быть, секретов. Ну, примерно 10-15 приблизительно. Ну, максимальное количество за месяц у меня было 12. За месяц 12? Это и вторички, и новостройки? Все вместе, да. Все, 12 сделок. Понял. Это хорошо? Ну, умническая лица. И с мая, понимаете? Поаплодируйте, пожалуйста, с мая 23-го года. То есть чуть больше, чем полгода, но год уже скоро исполнится. А вот скажите, тогда вот поделитесь опытом. Я вот, например, начинающий риелтор. Вот скажите, Володя, самое главное... Скажите, что самое главное? Самое главное действовать, рассказывать, заявлять. Вот. Действовать, рассказывать, заявлять. И ничего не бояться, и делать одно и то же, одно и то же каждый день. Сегодня скажут нет, завтра скажут да. А как вы реагируете? Мы со слова «жнет» начали. Вот вам клиенты «жнет» говорят, правильно? Да, вот у меня затык в том, что я звоню много, я люблю холодные звонки, ко мне много приходят, у меня через соцсети то же самое, но при этом выходит всего, скажем, вот 12. А могло бы быть больше? Вот я к этому. Могло быть больше, чем 12, если бы? Что? Если бы я дожала, вот, наверное, вот в этом. Потому что, когда человек говорит «нет», я, конечно, обрабатываю возражения, но при этом, как сказать, отпускаю клиента. А нужно было бы, наверное, там, несколько раз, там, звонить, заявлять, звать. То есть, если клиент один раз у меня был на встрече, я уже не навязываю, ну, нет-нет, вот так вот. Не ты, так другой. Ну, давайте я вот сказал «нет» и ухожу. Давайте, вот что вы будете делать? Нет, спасибо большое. Вас Лисан зовут, да? Да. Да, спасибо, нет. Я не работаю с агентами, если что, я сам позвоню, по новостройкам все узнаю. Саша, что вы испытываете, когда вот такое происходит? Я пока действительно уйду. Что вы испытываете? Ну, у меня нет, не будет расстройства. Вообще вы все равно, что ли, да? Вообще нет. Вы такой бесчувственный человек. А как же в конце сказать «вот урод», «чмо», ну, такое, знаете? Я знаю, есть несколько человек в зале, хотя, чего несколько, я вижу много людей, которые примерно это и сказали бы у меня лично, правильно? Даже более того, вы бы в телефоне меня плюс-минус так записали. А вот это «мутный», как там, как вы написали? Как бы вы написали, правда, меня называли бы? Как? Чушпан? Это ж татарское чистое, я ж помню. Я вырос, кстати, в простых нижегородских дворах, тут не так далеко, но у нас была другая логика. Просто мы нас таких называли лошарами. Ну, у вас такие интеллигентные слова у вас. Ладно. Итак, получается, если говорят «нет», а многим говорят «нет», нашу отработку нужно разбить на несколько частей. Это внутреннее чувство. Внутреннее чувство. Сначала мы что-то испытываем. А потом у нас должны быть определенные стадии. Если чувство негатив, то тогда нам хочется что сказать про человека? Слово. Какое напрашивается слово первое? Какое? Тоже негативное напрашивается, но мы его ломаем и пытаемся сказать позитивно. Например, я вам говорю «нет, спасибо». И вы такие, если вы чувствуетесь негативно, то вы слово хочется сказать негативно, но вы внешне говорите «да, Владимир, я понимаю, а все-таки почему?» И начинаете мне вот этот вопрос задавать. А мне так хочется сказать, так хочется сказать что-то, чтобы отстали. И вот у нас вот здесь вот идет спор не тот. И этот спор вам не нужен. Но из-за того, что вы маховик вначале запустили, мы уже не можем остановиться. Итак, «нет», давайте, очень грубо скажу, для слабых переговорщиков «нет» — это зона остановки такая вот, «нет» — все тогда, ну, значит, ну, раз «нет», так «нет», ну, прям верят на слово. И внутри расстраиваются. А для сильных «нет» — это прекрасное начало для переговоров. Согласны? Прекрасно. Лисанна, раз согласна, расшифруйте, пожалуйста. Что такое прекрасное начало для переговоров? Это как это? Это узнать, вообще с человеком поговорить, почему «нет», какие возражения. Ты уже видишь те возражения, которые ты не видишь. То есть ты уже можешь понимать, какие есть минусы-плюсы каждого предложения и уже больше подготовиться к следующей встрече. То есть это «нет», это я так понимаю… Да я про плюсы и минусы понял. А действовать-то чего надо? Вот как действовать по схеме? Итак, нам сказали «нет», и самое главное вначале что сделать? Почему «нет»? Ага, почему «нет». Скажите, пожалуйста, если вы меня спрашиваете «почему нет», что я буду испытывать? Агрессию? Раздражение? Да, я скажу. Есть такое? Согласна, да. Нет, а почему «нет». А в чем… А, это вы еще успели поддержать, согласна, да. Где-то вы на тренингах книжки прочитали, да? Неинтересно. Согласна. А почему? Что согласна? Что «нет» согласна? У вас ЖК не какущий. Согласна. А почему? Ну там вообще там потолки там не с ним, что-то вообще там недостройку это походу. Понимаю. Ну и что? Брать будет? Ну ладно, извините, я утрирую сильно. Что-то в вашей схеме надо докрутить. Давайте подумаем, что. Скажите, вас раздражают люди? Бывает такое? Нет, вообще. Вообще не раздражают, да? Как так? Вы из Казани точно, да? Да. Да, то есть ясно. Вы, может, выросли в другом районе? Ага. А как это объяснить? Вот если, например, я вам что-то скажу, что… А, вы риэлтор. Знаете, такое говорят? Мимику видите у меня? А, вы риэлтор. Давайте. Вас не раздражает это, нет? Лучше бы хоть в банке работали. Я же понимаю, что я как риэлтор, я дам ему больше возможностей. И просто моя задача, чтобы донести до него, что со мной он выучит весь рынок и найдет себе хорошее предложение. То есть моя задача до него донести. Он же еще не знает. Это мы варимся 24 на 7 и не знаем, какую пользу мы несем. А так он же не знает. И моя задача до него донести, чуть больше дать, чем он хочет. И тогда уже разговор будет по-другому. То есть если даже любой нет или любая… А почему? Он уже принимается по-другому. Вот. Угу. Правильно говорить, да? Вот он, слушайте, знаете? Да, спасибо. Друзья, всем привет, как у вас настроение? Скажите, вы владелец бизнесом? Вам интересна тема повышения конверсии, мотивации, создания более эффективной системы найма? Если да, тогда мы с вами можем увидеться на бесплатной диагностике, которую проводят мои бизнес-инженеры. Вместе с вами прокачайте бесплатно ваши ключевые вопросы. Что у вас не так? Что мы можем для этого сделать? Каким образом повысить результативность? В общем, если интересно, читайте вот здесь и смотрите видео дальше. Бесплатная диагностика с реальным рабочим бизнес-инженером, рабочей лошадкой, которая может сделать очень многое. Так вот, коллеги, для меня клиенты – это как дети. Ну, которые говорят нет. Ну, которые именно нет говорят. Которые, да, там все конструктивно. Но если он говорит нет, ну, к примеру, давайте представим, ребенок говорит «Мама, я не пойду!» Потому что у него вот чмо про себя, ребенок, дебила вырастил, а! Мы же не так рассуждаем, правильно? «Мама, нет, не хочу!» И мы как? «Сынуля». Ну, то есть, может быть, разложение, еще что-то такое. «Сынуля». Ну, как бы, и разумный родитель что скажет ребенку? Давайте. «Мама, нет! Не буду есть кашу!» «Ешь, я сказала!» Давайте. Что-то не то сравнение. Некоторые не заходят сравнение, да? «Ешь, я сказал!» Так, ладно. «Императивно ешь, я сказала!» «Я не буду кашу!» «Почему это ты не будешь?» Знаешь, такой-то гневатив. «Почему это ты не будешь?» А вот конструктивные родители что делают? Конструктивные родители... Что делают? Договариваются, да вы говорите со мной, давайте. Я не буду есть кашу. Ты же умрешь! Папа пришел с работы. Кстати, вы знаете, вы удивитесь, но мой дедушка, у него была что-то очень короткая аргументация. Он реально мне в 8-летнем ребенке, я помню, говорил. «Кушай, внучок, а то сдохнешь!» Реально, не знаю. У нас это настроение было такое. Я прям передергивал так, и я реально ел. Я любил деда, но, не знаю, почему-то этот аргумент мне доходил. Так вот ел, ел, сдохнул. Я так редко слышал этот термин в жизни. То есть мне никто такого не говорил. Но лучше без этого. Не знаю, дедушка уставал, наверное, на работе. Лучшее подтверждение во всех случаях, во всех смыслах, коллеги, нужно подтверждать чувства людей. То есть, например, с ребенком. Да, сынульчик, да, сынуль, я понимаю, что тебе не очень хочется кушать эту кашу. Ну, правда. Ну, и сейчас, тем более, ты только проснулся полчаса назад, у тебя еще организм не проснулся, ты там только водички попил, зубки почистил. Сейчас, ну, ты вдумайся, ты сейчас в школу пойдешь, тебя сразу же, сразу же внутри зажужжит, заходишь же к кушатке, правильно? Ну, нет, не захочется. Правильно так? Не сработало. А дальше что? Дальше что? Живи, а то сдохнешь. Не-не-не, дальше у вас должно хватать терпения, чтобы подтверждать каждый раз. Ну, давайте, я вам поговорю, а то вы меня поуговариваете, я говорю, нет, ничего, я не захочу кушать в школе. Мы сейчас аналогии приведем, а потом на продаже. Что мне скажешь? Опять нет говорю, второе нет. А когда захотим кушать? Да потом захочу, когда захочу, тогда и съем. А на самом деле у меня мотивация в школьной столовой купить сникерс. Вот что я хочу, потому что мне так понравилось вчера. И я понял, что на голодный желудок очень классно заходит. Но вы это еще не знаете. Но уже предполагаете, что это не то. То есть то же самое значит, что у вашего клиента мотивация работать, ну, как-то риэлтора обойти, самому там поискать, ну, какие-то другие пути. А сейчас что будем делать? Что, я пошел в школу? Голодный. Да я не голодный. У тебя тело большое, а у меня маленькое. Ты голодный, а я не голодный. Как-то мне такое заявили. Реально такая логика крутая, да? Ну, кушать надо. Витя, просто выводами говорим. И мы, бывает, с клиентами говорим двумя частями. Или вопросами, или тезисами. Тезисы. Тезисы покупай у этого застройщика, там, квартира классная. Это тезис. Вопрос, почему не хотите брать? А нужно чуть по другой схеме. Расскажите вам эту схему? Итак, любое возражение. Все, с детского мира вернулись? Все, пошли, да? Лиса, знаете, я сейчас одну схему нарисую, а потом чуть про вас. Мне интересно будет ваш карьерный путь, вот как порекомендовать, как вот с руководителя, там, в риэлторе. Интересно, как идет движение. Итак, вам говорят нет. И вот так, две дороги. Неправильная дорога и правильная дорога. Плюсовая дорога. Неправильная дорога. Первая, это вот эта вот картинка. Вот эта вот картинка. Вот так вот сейчас вот. Вот так вот. Вот так вот. Расстраиваться. А правильная дорога какая? Вот эта вот картинка. Вот эта вот картинка. Реально в душе вы должны вот так вот быть. Скажите, какой смысл радоваться, когда говорят нет? улыбаться искать смысл лиса микрофон микрофон вот весь послал какой-то или я такой куку немножко что-то его объясняю вам я кстати 8 лет психиатров обучал в казани тоже у меня была одна женщина психиатр вы знаете 8 лет обряда много я не имеет психотерапевтических психологического образования но я обучал их коммуникациям работы сложными родственниками сложными пациентами в это очень много случаев когда приходит двое один из них росту не другой пациент и понять точно их пациент можно просто потому кто из них активнее если активный значит он привел а другой такой будет ну да это да и видимо такой знаете жены приводит мы уже это будет наоборот реже кстати говоря и мы говорили много много про эффект плацебо и включаться бы эффект убеждения благодаря которому люди выздоравливают и кстати говоря если человек говорит нет возможно он нет говорит от просто общей раздражительности Может быть такое? Просто он расстроен чем-то, просто его вбесило только что что-то, и вы на этих парах прилетите, наедете, знаете, как случай, мне рассказали, вы просто позавчера в Москве провели тренинг компании UCS, это компания, карточками когда проводишь, там вот такие UCS вбиваются, первая в России компания, которая появилась, она сейчас в Росбанковской структуре, и говорит, прихожу на переговоры, она женщина в банке работала, прихожу на переговоры, как банковский работник, она говорит, я уже был руководителем отдела большого. В компании, там сидит женщина, я к ней только захожу, здравствуй, я из такого-то банка, и она меня так матом послала, говорит, иди нахер, прям отсюда такая вот. И прямо, говорит, ну так некрасиво послала, прям такие слова мне сказала, я такая молчу в шоке, и прям так хочется ее на место поставить, говорит, ну я ничего не сказала и ушла. Говорит, ну никогда такого нет, я ничего, правда, не сказала. И банк нормальный, адекватный, не помню название, не с этим связано. В общем, прихожу в офис, такая вообще шокированная вся, и мне перезвонит, через там буквально несколько часов ее поможет, извиняется, ну и говорит, что у этого человека только что случилась какая-то личная история, личная беда. И именно поэтому она вот в таком настроении была. Это сейчас к тому. Ну, кстати говоря, потом она через несколько дней снова ее пригласила, этот работник, клиент, и у них замечательные отношения продолжились на долгие годы. А все началось вот с этого, с негатива. Так вот, коллеги, мы не знаем, что на душе у человека. Нет, это обычно два варианта нет. Нет или же, возможно, внутреннее эмоциональное состояние в моменте, из-за того, что что-то происходило. А, возможно, конструктивно нет. Конструктивно. Что чаще скажите? Здравствуйте, меня зовут Владимир Якуба, и сегодня мы будем готовить блюдо под названием «Ваш отдел продаж». Чтобы было идеально, нужно начать немного со щепоточки аудита, разобраться с воронкой продаж и серым, конечно же, выстроить систему найма и добавить его по вкусу. И самый главный, секретный ингредиент. Это правильная стратегия вашего департамента продаж. Тщательно перемешать и систематизировать, и блюдо готово. Пробуем. Идеальное сочетание ингредиентов системного отдела продаж. Пробуем вместе. Ну, да, да. Ситуации разные. Эмоционально это значит, что... Я вот сегодня конкретно утром из душа выходил, такого никогда не было. Испоткнулся и прям, знаете, о плитку прям собрался падать. Знаете, как классно? Вот так долетел, как в кино такой. Долетел и почти головой ударился такой. В этот момент, знаете, растянулся. И такой сижу такой. Думаю, красиво, а? Ну, как встал, ну, там, немного ногой ударился. Но у меня могло бы испортиться настроение на весь день. Могло бы, не испортилось. Но могло бы. И я, соответственно, таким настроением ходил бы. Вот эмоциональная часть. А конструктивный реально не нравится объект. Реально не хочу покупать. У меня денег 6 миллионов, а вы мне предлагаете за 9300. Но вот это больше конструктивно. Кстати, опять повозненные эмоции, да? Потому что 6, 9300. У меня кипят эмоции. В общем, эмоционального обычно больше. Но конструктивно есть. И раз эмоционального больше, даже если я сейчас про конструктивно говорил, 6 и 9300, вроде логика, нет, эмоции. Значит, надо эмоционально с эмоциями-то и отрабатывать, чтобы ты понравился. Но я вернусь. Итак, неправильная реакция внутренняя. Расстроиться, правильно обрадоваться. Лисан, можете объяснить? Вот вы говорили, помните, я собрался уходить, вы мне говорите, вам как-то все равно вы сказали как? Ну, большинство, наверное, да. Не то, что все равно, то... У вас третье состояние. Вот так вот, да? Так, так, так и вот так. То есть, ну... И скатертью тебе дорога, ну иди. Да. Так нормально? Коллеги, три состояния. Минус, ноль, плюс. Минус, ноль, плюс. И реально вот эти два состояния внутренних, они правда лучше. Вот это вообще вычеркиваете из своей жизни. Знаете, я иногда так рассуждаю. У меня сейчас сломался... Короче, я купил автомобиль Tesla. Новый. Самую дорогую Tesla, которая существует. Икс. Вот новенькая, европейская модель. И она проехала 3900 километров, и у нее сломался двигатель. Прикиньте? Ну, есть плюс. Там три двигателя. Но минус сломался центральный. Ну, вот на передней оси. Не знаю. Реально. Ну, помните с парашютом, да? Вероятно, мне сказали, меньше одного процента, что такое может быть. Что-то опять какая-то ерунда, да? Что такое, в общем. Сейчас ему ее... Новосибирск сломалась, и я ее на эвакуаторе привел в Москву. Сейчас ее там разбирает, снимает батарею. Там, короче, полмашины надо разобрать, чтобы это все сделать. Ну, классная история. Но только задумайтесь. Кстати, ремонт будет стоить миллион. И теперь задумайтесь. Если я испытываю негатив, ну, я испытываю, например, ноль или даже позитив. Интересная история. А история правда интересная, правда? Ну, красиво звучит. Даже мощно. Еще деньги какие-то. Кстати, вот туда, куда я Теслу привозил, там, прикиньте, они говорят, три дня назад Песков приехал. Прикиньте, у него тоже Тесла. Там гаражные Теслы такие. Нет же сервиса. Ну, как бы, ну, так, кто кого знает. Реально, гаражи где-то во дворах. И теперь я знаю, что у Пескова тоже Тесла. Вот жду, когда забирать буду. Думаю, надо как-то подстроиться. Ну, говорит, сначала заходит восемь охранников. Все осматривает. И потом, говорит, заходит такой скромный мужчина. Ну, рассказывает. Ну, ведь что-то узнал. Какие-то плюсы есть. Ну, говорит, маленький плюс. Ну, хоть историю одну узнал. Ну, я вот про что. Как это говорят, по-моему, еврейская поговорка. Если проблему можно решить деньгами, это не проблема. А что? Расходы. Расходы. Что-то я загорелся, Александр. Сейчас у меня к вам вопрос один будет. Так вот, коллеги. Миллион или же миллион сто, например. Я потрачу миллион сто, если я буду расстраиваться на миллион. Если я буду сильно расстраиваться, денег затрачу больше. Правильно или нет? Александр, так? Вы понимаете эту логику? На восстановление. На то, что я недостаточно в ресурсе. На то, что я в следующий раз сейчас клиенту нагрублю, потому что у меня настроение плохое. Помните, сегодня из душа выходил. Я практически свалился случайно. Тоже, видите, настроение поменялось. В общем, вот это состояние запрещено для вашей психики. Потому что вы себя разрушаете. Ну, я не знаю, может быть, вы укорачиваете даже годы своей жизни. Не знаю, если порассуждать. Что-то типа такого. Поэтому, коллеги, есть какая-то проблема? Ну и ладно. У вас только два состояния. Состояние, к которому я стремлюсь в основном, вот это вот. И состояние, к которому вы привыкли, Лисан. Но не состояние, к которому привык среднестатистический риэлтор. Это расстроиться. И потом на этой расстроенной ноте пытаться отработать возражение с ребенком или же с клиентом. Итак, это первое состояние. Сначала все ровно или даже классно. Клиент говорит нет. И я такой, знаете, обычно, так интересно. Вот, это как вести себя в положительное состояние. Ну, а в целом, если после внутреннего состояния, по коммуникациям, что нужно сделать? Нужно, первое, поддержать, поддержка. Или поддержка, или подтверждение, поддержать. Можете меня поддержать? Например, возражение. Девушка, вы знаете, я с риэлторами не работаю. Тут новостройок в Казани не так уж много. Они хоть и разные, но я думаю, я сам разберусь. Спасибо большое. Согласны с вами, у нас очень много. И новостройки, застройщики одни и те же. Быть может, и информацию вам расскажут одинаковую. При этом вы также можете и сами найти. Есть у нас бесплатный доступ на Авито. Вот я сами найду. Да. Спасибо, что подсказали. Именно. Классно отработает. А с нами вы уже найдете все варианты, все возможности по городу, таких, которых даже не увидите вы сами лично. Да ладно, что вы рассказываете. Я все найду. Вы меня не знаете. Следующее возражение. А вы снова меня поддерживаете. Согласна с вами. Слушайте, вы согласны с вами. Выкиньте из лексикона «согласен». Почему? Слишком очевидно. Слишком очевидно, что это прямо отработка. Давайте как-то по-другому. Я обычно говорю «да, конечно ли». Да, понял. А, слушайте, ну как решите. Вот примерно так. Еще. Варианты. Итак, значит, как нужно. Поддержка. Слушайте, я найду риэлтора. Я сам все найду. Говорят о клиентах такое, да, мама? Я сам без риэлтора все найду. Говорят? Так, внутреннее состояние какое? Иди ищи. Ну ты же сюда пришел. Я сам. Ну ты сюда же пришел. Да, вот это, да, да. И поэтому у нас напрашивается какой-нибудь наезд на него. Да. А что пришел? Что мое время тратишь? А вы уже покупали недвижимость сами? Да, покупал и нормально получалось. Чувствую, следователя выключили. Я сейчас скажу. Семнадцатый. Вы такие «о-о-о-о-о-о-о-о». Это вообще все другое было в семнадцатом году. А что-то уже смотрели на рынке? Ага. Итак, коллеги, запомните несколько терминов. Итак, сначала поддержка. Потом должна быть подводка. Подводка. Потом должен быть вопрос. И еще в процессе должна быть реакция. 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 Вот такая вот схемка. А теперь на примере. Давайте, говорите мне нет про что-нибудь. Возражения? Да, вы клиент. А я риэлтор. Вы клиент. Ладно, я все варианты услышал. Пойду подумаю. Хорошо, хорошо, Лисан. Конечно, согласен. С вами думать надо. Шучу, так не надо говорить. Чувствуете очевидность слишком, да? Чувствуете, книгу включил, да? Итак, пойду думать сама, да? Да, конечно, конечно, Лисан. Обдумайте, все взвесьте. Ну, тем более, такой объект непростой. Надо поизучать. А позвольте вопрос небольшой. Можно я вам задам? Да. Скажите, а вы в целом на каком варианте из тех, которые мы обсуждали, останавливаетесь? Ну, мне пару вариантов понравились. Но еще и другие варианты предлагали другие. Риэлтор я и сам посмотрел, застройщик предлагал. Поэтому я подумаю, взвешу и, если что, я вам позвоню. А, конечно, конечно. Ну, если что, там, мониторьте разные варианты. Да, кстати, еще вопрос у меня небольшой. Скажите, а вы, я так понимаю, с разными риэлторами общаетесь, да? С разными специалистами? Ну, какие ЖК все-таки ваши финалисты? Ну, мне так понять. Тут сегодня с утра подсказывали, если что, какие надо называть слух здесь, в этом зале. Ну, вот из того, что мне предлагали мне Царева. Ага, вот-вот-вот. Хорошо чиниться. Атмосфера. Да, да. Уна. Ну, вот эти три варианта, да. И я, конечно, должен поддержать, сказать, шикарные варианты, вы смотрите, конечно. У меня с самого глаза разбегаются, мне все три нравятся. Да, кстати, еще хотел уточнить. Вот для вас вот по параметрам, я помню, вы говорили, именно двушка нужна и этаж повыше, да? Это главное? Или же все-таки еще, там, не знаю, там, парковка подземная, может быть, там, или не имеет значения, или, там, детские плащи, ну, вот, количество гектар, там, лес, ну, вот, что для вас ближе, там, развязка? Транспортная доступность, к школе близко, и чтобы строил и не строить. Ага. Крутая она, да? Вообще, нужного человека позвали. Вы специально перевернули? Вы вообще пацанная, что ли, да? Нет. А? Что-то больно правильно говорить, да. А, и после этого у меня, конечно же, реакция. А, понятно. Коллеги, понимаете схему? Ну, в этой схеме есть поддержка, в этой схеме вопрос, видите, где? Вот, третьим, третий вопрос. Не сразу вопрос наезд, а где-то третий вопрос. Здесь подводочка, реакция, поддержка, то, что не всегда используют. Ну, я так скажу, поддержку используют криво, подводки вообще не используют практически, реакции тоже как-то забывают. А вопрос-то у нас есть. Вот это есть режим следователя. Давайте, я ребенок, я на кухне, я каш не хочу есть. Я, мама, не хочу поддержку. Не хочу я есть каши. Я пойду в школу, так, голодный. Да. Дай мне только 300 рублей. На всякий случай. Поддержка. Да, я тебя понимаю, я тоже не хочу кушать, но при этом... Где тут но? Тут нет но, не надо но. Коллеги, вот но уберите. Но для спикера, но нормально. Когда я говорю, коллеги, а есть несколько тем, о которых я хотел рассказать, но сначала, вот еще, когда спикер. Это но, как, он так сразу будоражит, будет. Однако, когда вы говорите один на один, то лучше всего вот но убирать. Лучше отрабатывать возражения, лучше говорить, единственное, вот что я хотел сказать. Единственное, вот что я хотел сказать. Или да, вот по этому поводу, вот что я хотел сказать. Разные варианты, есть другие, есть отдельный список, но некоторые тейсы я проговорил. Поехали. Не хочу есть кашу. Понимаю тебя, я тоже не хочу кушать, при этом... Это подводка. А понял, что это подводка? Кто-то понял? Понял, Лисан? Слушайте, Лисан, у меня к вам такой вопрос небольшой есть. Я задам вам, хорошо? Угу. Зачем я что-то сказал? Что-то такое еще было. А, чтобы получить да. Угу, угу. А смысл вообще этой фразы? Двойной смысл есть. Какой? Первый. Чтобы вот состоялся разговор. Первый, первый что? Состоялся, продлился разговор, чем... Первое, чтобы услышать ваше да, первое. А второе... Три тогда. Интрига. Че там будет, а? Да, да. И третье, еще время потянуть. Чтобы мне понять, как правильно, круче, лучше сформулировать вопрос. У нас у всех голова работает быстро в моменты опасности. Ну, там, парашют, помните? А когда мы беседу ведем, у нас много отвлекающих маневров. Я там разглядывать буду, Лисан, там, что-то, на прическу посмотрю, там, бровки как подвела, там, есть кольцо, нет кольца, там, бейджи, глянь. Ну, такое, знаете, или что-то у меня спросило, я до сих пор думаю, что она спросила, там, до этого. В общем, голова у нас чем-то загружена. Именно поэтому, в том числе, нам помогает правильнее сформулировать этот вопрос лаконичнее, когда мы делаем подводки. Но это не главное. Главнее вот эти вот, да, и, кстати, интрига тоже неплохая. Главнее то, что, да, она, Лисан скажет, но сами, главное, знаете, вот этот вопрос инерции, когда да, конечно, и уже дальше. Понимаете же меня, да? Вот, вот, видите, не некая, согласны со мной, видите, какая аудитория на сегодня. Лисан, ну вы что меня понимаете? И у меня поэтому к вам вопрос такой небольшой есть. Позвольте, я задам? Вот два «да» было, вы же меня понимаете. Молча была? Сейчас вопрос небольшой. Да, да. И, соответственно, я третий. Ну, как понимаете, если же брать недвижимость, то надо брать сейчас. Понимаете же, ну как бы время сейчас такое. Сейчас вот до выборов, если не успеет, там неизвестно же, с ключевой ставкой будет, там, с кредитами. Там, ну, как такая, мягко говоря, нестабильность. Сейчас все главное, хорошо, цены еще не так дико растут, они уже выросли за другие периоды. А, кстати, скажите, а у вас наличка, да? Нет, ипотека. А, ипотека у вас, да? Да. Ага, понятно, понятно. Так вот, смотрите, что я сделал. Я задал вопрос, так была подводка, я задал вопрос, и здесь я чуть дожал эту схему. Это такой следующий этап. Когда я проговорил мысль, вот вопрос задал, проговариваю, проговариваю, а потом сразу же увожу в сторону, Лисан. Я увожу ее в сторону, зачем? Когда я, ближе, ближе вот это как раз. Когда я говорю, Лисан, задаю вам вопрос, и чувствую, что он не сильно очевидный по ответу «да», я вас быстро увожу в сторону. А учитывая, что до этого было два «да», одно «да» и второе «да», помните, я подводил, да? Лисан, да, да, вы же вы у меня понимаете. Знаете, позвольте, вопрос небольшой, можно я вам задам? Да, да. Слушайте, невишку надо брать сейчас, как раз сейчас самое время, такое, 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 говорю, но говорю неочевидные вещи. То есть логичные, но не до конца для вас очевидные. И вижу в ваших глазах это, такое, что вы готовы это посмотреть. Да, да, кстати, если что, у вас наличка ипотека? А, ипотека, да? Ага, ну тогда и легче будет согласовать, тем более там ипотечные брокеры, думаю, вы уже… Кстати, с каким банком? В Израиле. С Сбербанком. С Сбером, да? А, ну супер, супер, хорошо. Ну и тогда еще раз к квартире вернемся. Ну и как будто мы эту тему как бы чуть-чуть пообсуждали. Только единственное, мы, давайте, говоря языком правды, этики, это значит, что мы как-то чуть подвинули к принятию решения, но, конечно же, нам все равно конструктивно надо будет обсудить. То есть очень важно не делать так, чтобы клиент принимал решение, потому что куча многоходовок воспользовался, принимал решение осознанно. Просто если мы верим в продукт, мы верим в квартиру, мы верим в объект, мы просто понимаем, что надо купить вам, ну вот уже объективно. Есть много нерешительных людей, которые не решаются, есть такие? Да. Которым надо свою судьбу улучшить благодаря в том числе недвижимости. Вот я лично такой, меня однажды убедили купить квартиру за, я помню, за 3200 в Нижнем Новгороде, 2008 год, это была моя первая квартира. Я купил ее в комфорт плюс класс, ну там почти бизнес класс, соседний дом стоил 2350, такой же метраж, 3200 и 2350. Я хотел где взять? Я хотел 2350, ну там обычная 18-этажка, там обычные квартиры, вообще просто, просто называется, давай побыстрее построим и быстро сдадим. А вот это прямо супер качественно было, уже там сданный дом уже, единственная квартира за строчкой осталась на 9-м этаже. В общем, я купил за 3200, это для меня была колоссальная сумма переплаты, просто фантастика огромная. И они меня убедили, прямо убедили, вот так подожимали меня, прямо, и я ушел опустошенным, в смысле денег и карманов, оставил им все деньги и получил там через 5 дней. В общем, я был счастлив, это консьерж, крутые лифты, высокие потолки, это вообще другой уровень жизни. Ну примерно так же, как строят наши уважаемые застройщики в зале. Они круто строят, да? Да, да. Ну, разные ЖК, разные варианты, но в целом уровень достойный. Это к тому, если я убежден, то есть они были убеждены, и они так по мне проехались, я чувствовал, что они прям передавливают. Ну я сказал да, и я был счастлив, вот потом уже благодарил их за то, что они меня дожали. Если бы я купил эту квартиру, это была вообще колоссально другая история. И людям надо поднажать, и поэтому я объясняю, как правильно поднажимать. Итак, здесь логика понятна, полезно то, что рассказываю. Вот схемку освоите эту, научитесь поддерживать по-другому, подводочки, вопросы, реакции. А теперь мне хочется немного про Лизанну знать. Лизанна, вот просто немного по вашей карьерной траектории. Вот вы просто много работали как руководителем, да? Сколько у вас людей в подчинении было? Сколько что? Людей в подчинении у вас было. 15? 15 человек. И банк? Открытие. Открытие, мы говорили, да. 15 человек. И должность как прям называлась? Директор банковского отделения. Отделение прям, целого отделения, да? И скажите, а как вообще вы там главная? Вы же хозяйка там были, да? Главная. И у вас премии там были, что-то, может быть, зарабатывают, да? Или так себе платили? Вы сейчас склоняетесь, почему я ушла? Ага. А еще надо ли уходить из банка, когда 15 человек, когда есть карьерный рост, вы могли стать директором банка через какое-то время? Прям вообще центрального отделения. Ну, смотрите, если на тот период, это было два года назад, ну, элементарно возьмем на примере бензина, сколько стоил бензин, да, и сейчас сколько стоит. То есть, ну, любой предмет возьмем, продукты, и, соответственно, на тот доход, который был на тот момент, можно прожить, но не так, как хочется. Здесь я уже увидела... Сколько платили примерно? Ну, примерно, от до, сколько платили? Тут не будет коммерческих, от до, вы скажете рамки. От 100 до 130. А, 130, ну, типа 120 тысяч рублей платили, да? Это с премиями? Да, да, да. А, понял. Короче, из-за денег ушли? Конечно. Вам главные деньги, да? Вы такая. Самые главные деньги и здоровые отношения. А как же корпоративная культура, сотрудники, коллектив, уважение? Ну, с этим же я всегда хорошо, то есть, у меня не я была в жизни, чтобы... Они в вас только вложили, а вы 10 лет вас учили. Учили, да. Корпоративный отдых был? Это был суперопыт. Был, ну вот, не стыдно? Нет, абсолютно. Вам такое не говорили руководители, нет? Ну и в Беларуси, нет, у нас там было все взаимоотно, поэтому все хорошо, да. Все, все понял. То есть, а скажите, а вы не жалеете, что вы 5 лет назад не ушли? Жалею вообще, надо было сразу начинать. Ой, дура! Да? Да. А когда надо было бы это сказать, уйти, уточни, сколько вам лет? Мне 34. 34 года, то есть вы в банк пришли в 20? Ой, если в открытие, наверное, 23. В 23? В 23-34 вы работали? В 13-й год был, да. Ага, вы вот и учились до этого, да, Наталья, подработки какие-то уже там? Ну да, да. Незначимые. Вы практически... А, 34? Что, 11 лет работали? Примерно так. 10, по-моему. Ну да, да, 10 с копейками лета, в общем, работали. И как вы считаете, когда нужно было прийти в риэлторскую сферу, в недвижимость? Ой. В крайнем случае, работать в отдел продаж настройщика. Чем раньше? 23 года можно было? Да, легко. А почему люди боятся становиться риэлторами? Почему вы не решились? Вы же знали про эту сферу. Здесь надо работать. А тут что вы делали? Ну-ка, скажите. Давайте всю правду, здесь никого с открытия нет. Просто пишу видео немножко, и все. Здесь есть контроль. И ты хочешь, не хочешь, вынужден. Здесь можно делегировать. Но и здесь можно делегировать. Просто я еще до такого уровня не дошла. Но здесь ты уже ответственна за свою жизнь. А здесь ты под контролем. То есть вот это два, две разные... Так, ты здесь под контролем, а здесь сам, да? Да, здесь контроль. Надо идти к 9, 8.30, собрание, ладно, надо, так надо. А здесь, как 7.30, ты уже на работе. Тут, да? И никто не спрашивает, где ты, как ты, но ты на работе. Ну, уже на час больше работы только приходится. Я такой... Ага, тут вообще одни минусы, я смотрю. Тут же нормально все. Я, знаете, я когда работал в МТС, более того, у меня Татарстан входил в зону моего курирования. Я жил в Нижнем Ногороде, и у меня было 7 регионов, которые курировал. Центр в Нижнем был, Макареон, по-моему, уже Северо-Запад. Это был департамент подбора и обучения персонала. И я свою зарплату называл абонентской платой. Ну, не сразу, я не сразу это понял. Сначала первый год, я два года проработал. Два года, два месяца и семь дней, не десять. И я считаю, что я год проработал лишний. И, кстати, потом я открыл риэлторское агентство. Ну, и кадровое агентство, там, я в разных этажах начал работать. Ну, и вот скажите, что вы можете пожелать тем, кто начинает? Первый вопрос, у меня будет второй. Что вы можете пожелать тем, кто думает, приходить в эту сферу или нет? Я, может, думает, уходить вообще некоторые. Предлагает работу? Кому-нибудь предложили в открытии работу директором, понимаете, из риэлтора? Нужно сначала понимать, для чего ты идешь вот сюда. Здесь есть возможности, но при этом ты должен другие действия уже совершать. Если ты... Какие твои цели? Если есть финансовые, то, пожалуйста, здесь будет. Если чисто ради удовольствия или там с 9 до 18, то это не тот, не твой вариант. Здесь нужно от цели двигаться. Понял. И теперь скажите второе. Какие главные барьеры работы риэлтора? Вот самое главное. Что мешает? Почему люди, некоторые приходят и уходят? Есть такие, да? Приходят и уходят. Из-за чего люди уходят, на ваш взгляд? Из-за чего не приходят? Но вот что могу сказать, когда я работала здесь, то приходили ко мне на работу 20-25 лет. И, соответственно, в 17-59, сумка и вперед, в сторону выхода. А, соответственно, это те люди, которые не готовы тратить больше времени, энергии, сил для того, чтобы заработать и так далее. И, соответственно, они не держались долго. И здесь то же самое. Основной барьер — это насколько человек хочет, на какие большие цели идёт. Но барьер, наверное, здесь именно вот в этом. Если ты понимаешь, почему ты идёшь, там уже барьер не остаётся. То есть это твоя зона роста твоя. Я нарисую вам, знаете, такую штуку? Вот так вот. Это вот эта штука и вот эта штука. Кстати, что это такое, знаете? Я правильно нарисовал? Нет. Это энергия, а это риск. Вот две вещи. Если ты готов тратить дикое количество энергии, то у тебя точно всё получится. Согласны? Если ты готов всё-таки рисковать, потому что оклад ноль, ну, это определённый риск. У кого-то ипотеки, обязательства, там, дети, всё-всё такое вот. То, ну, если энергия есть, то получится. Если энергии, ты продолжаешь жить по принципу в 10 начну, а то и в 11, по какой фавью, а потом где-нибудь к 5 надо заканчивать, то тогда риск реально очень высокий. Может не получиться, и некоторые сдают назад. А если и то, и другое есть, всё будет складываться. Как сложилось у Лисан. 12 делок в месяц, только начала. Молодец. Спасибо, Лисан, огромное. Спасибо. Благодарю вас. Якуба на Ютубе. Якуба на Ютубе.